К нам обращаются родители маленьких детей с различной патологией, в том числе с такой серьезной патологией, как врожденная катаракта. Сегодня хотелось бы поговорить именно об этом. Врожденная катаракта, как и любая врожденная патология, может быть наследственной, а может возникать в результате воздействия на плод различных неблагоприятных факторов, таких как вирусные заболевания, такие как индоксикации различные, заболевания матери во время беременности. К сожалению, могут нарушить формирование структур глаза плода. Наиболее опасным периодом воздействия этих неблагоприятных факторов является вторая-седьмая неделя внутриутробного развития, то есть достаточно рано. Врожденная катаракта что из себя представляет? Это помутнение хрусталика, видоизменение его формы, различные размеры, которые выявляются чаще всего у новорожденных, но может выявляться в более позднем возрасте. Врожденная катаракта довольно редко бывает изолированная сама по себе, часто сопровождающаяся дополнительными нарушениями других структур органозрения. Если у ребенка косоглазие вы заметили, особенно одностороннее, если вы заметили нестагн, непроизвольные подергивания глаз, если вы заметили постоянное вынужденное положение головы, нужно проявить настороженность, и даже если вы уже были у офтермолога на периодическом приеме, который положено в возрасте одного месяца проводить, все равно придите лишний раз посмотреть, потому что врач на приеме должен провести ряд обследований, чтобы верифицировать диагноз катаракты возможной, провести обследования инструментальные, которые доступны некоторые даже без проведения анестезии детям, в частности, бета-сканирование или один из видов ультразвукового исследования глаза, для исключения дополнительной патологии других структур органозрения. Помутнение в области зрачка белого цвета замечают, к сожалению, не все. Обычно, если полная катаракта имеется, тогда, конечно, заметно это помутнение. Если частичные катаракты не все замечают, поэтому важен очень визит к офтальмологу. Все катаракты врожденные, согласно классификации, очень важные, подразделяются на двусторонние и односторонние. Самыми сложными считаются односторонние катаракты, потому что надо понимать, что катаракта врожденная, хоть она и представляет себе помутнение хрусталика, но она очень рано начинает, ну, с рождения, фактически начинает препятствовать развитию нормальных зрительных функций ребенка. То есть неизбежно, к сожалению, возникновение глубокой абскурационной амблиопии. Все родители должны знать и понимать, что ребенок не рождается с высоким зрением. У ребенка зрение развивается в результате воздействия света и других зрительных стимулов. В условиях нашей клиники детей возможно оперировать, начиная с 6-месячного возраста, в один этап с одновременной имплантацией интерокулярной линзы и с немедленным фактически последующим лечением амблиопии абскурационной, которая уже успевает сформироваться к этому возрасту. В стационаре дети проводят 2-3 дня. После начинается уже для родителей, для маленького пациента и для нас с вами очень важный ответственный этап – длительный, не очень приятный лечение амблиопии, то есть реабилитационный период. Хирургический этап – это этап создания условий для развития зрения. В дальнейшем нам потребуется с вами аппаратное лечение, и окклюзия, и дополнительная очковая коррекция. Все для того, чтобы заставить работать зрительную систему, которая отстала в развитии за такой короткий период 4-6 месяцев от роду. Как правило, мы наблюдаем у детей с двусторонней катарактой результаты очень хорошие, потому что система зрительно развивается примерно в одинаковых условиях, правый и левый зрительный сигнал поступает примерно одинаково. Поэтому у детей с двухсторонней катаракты, даже полной, мы получаем и стопроцентное зрение.